Канаковская панорама Прошедшая на минувшей неделе прямая линия с президентом страны Владимиром Путиным по количеству и разнообразию посланий от народа, похоже, в очередной раз побила прежние рекорды. Какой бы вопрос задали президенту Канаковцы? Подробнее в статье Ильи Крылова. К чему приведет обмеление рек в Тверской области? Ответ на этот вопрос найдете на пятой полосе в статье Полины Зиминой. В свежем номере газеты «Заря» читайте «Особенности весеннего сева». Фоторепортаж с полей Дмитрогорского и Ручевского сельских поселений. Как продвигается строительство жилого комплекса на 980 квартир в поселке Новозавидовский и кто будет жить в этих квартирах? Читайте на страницах свежего номера. Нам пишут юбилей воспитателя, светлый праздник Пасхи и рассказ о матери-героине. Как всегда, горячие новости от газеты «Тверские ведомости». Пал и пропал. Теперь за поджог сухой травы грозит ответственность и частным лицам, и главам муниципалитетов. Всю жизнь глядятся в ночь усталые глаза. Романтика или необходимость? Или, как имея два высших образования, становятся дальнобойщиками? Доверяйте врачам. Медицинская помощь жителям Тверской области оказывается по новым стандартам. На этом у меня все. Рубрика «Пресс-обзор» подскажет, что и где читать. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова